Я спорю искренне и честно. Я спорю искренне истинной последней. И мне совсем не интересно, что он говорит, сможет спросить. Поняли идею? Он честный спорщик или нет? Нет. Когда он говорит, вообще не обращает никакие ухажения. А теперь, господа, ваши сказки начнут мрачные. Юридическая проблема. Пустынь. Встретились. Двое не сговорились. Два не сговорились. Решили убить. Ночью Один из них отравил ему волну. Я так. А второй, не зная об этом, проколол не сговорились в огонь. Так, что вода в скорости и в результате влияния закупит от шашки. Кто убит? Один из них отравил ему волну. Во-первых, первый умитель абсолютно понятно, что первый умитель. Потому что, представьте себе, я сейчас сильно-сильно кулаком бил. Это, конечно, замечательно, если я ударил кулаком, но там не помню. Согласитесь, что меня за это нельзя судить, правда? Отлично, он должен нанил я, да? Ну и мало ли кто я нанил я, да? Если это никто не убил, да? Отлично, значит, первым точно не убил. Отлично, сам не убил. Второй. Второй, конечно, определяется, вода, конечно, вытекла. Но, секунду, вытекла отравлю. А это означает, что, на самом деле, он спас этого самого третьего человека от отравления. Потому что, иначе третьего выпил, сразу умер от ядости. А так, вдруг он, он, конечно, страдал от жажды, но вдруг бы он встретил какого-нибудь четвёртого купника, его напоили, и он бы жив остался. Получается, что второй тоже, в общем, жизнь спасал. Значит, первый точно не убил. Второму вообще надо гордо давать на спасение жизни. А человек убил? Второй? Тоже на стене! Нет, разумеется, юристы прекрасно знают что-то не хочет делать. Я не о том, что это необычный парадокс, но согласитесь, что что-то смешное в этом будет. Правда? Да. Отлично! Следующая история про Россию. Царских времён. При строительстве моста, через мир, тогда это было очень важно строить мосты. Несколько тысяч человек были заняты бойкою спать. Ну, то есть, чтобы мозг построен, надо, ну, чтобы у него были опоры, а в те времена не было современных могучих устройств, и всё это приходилось, чтобы не было чего задевать. И вот несколько тысяч человек на водку, застали, это самое, в тяжёлой молоте, то есть, ну, убивали эти сваи. Несколько тысяч человек убивали сваи, что, не говоря уже о расходах, чрезвычайно замедляло работу. Искусный строитель, генерал-корбец, выдумал машину, значительно облегчившую и ускорившую это. Дело в том, описание машины он предоставил главу управляющему путей сообщений. Ну, начальник. А теперь, внимание! Я, ребята, вот это колью, потому что так и только так надо поступать во все времена со всеми испытателями. Он придумал машину, которая сэкономит труд тысяч людей, да? Что он получил от начальника? И получил на бумаге официальный, строжайший выговор. Зачем он эту машину прежде не изобрел, и тем самым ввел казну в огромные напрасные расходы? Поняли? Да очень просто. Если бы он хотя бы на 10 лет раньше изобрел бы эту машину, то, конечно, государство не поднесло бы огромные расходы. То есть, что надо сразу с ним делать? Убить не стоит, иначе больше ничего не запретят. В тюрьму, и пусть дальше, что называется, отрабатывает, поняли, да? В долг государству за все предыдущие годы, сколько люди вручную убивали. Ребята, это же чудовищное количество таких есть изобретений, которые сделали очень поздно. Например, если бы вы знали, как я в детстве страдал на мобильном телефоне. Это же правда, шуток. Тогда было ужасно тяжело. Это вам кажется, что все легко. А тогда то, что где-то там с кем-то встретимся, надо было там... Было трудно? Было трудно без мобильного телефона. Вы понимаете, что надо сделать с запретанием мобильного телефона? За то, что человечество мучилось, да? Везти их 100 лет. Так, отлично. Так, осталось где сразу? Алло? Одна тоже грустная про Советский Союз, а вторая будет веселая про Германию. Значит, это все. Алло? У меня голос тянет. Если честно, всегда думал, давайте только проблема в начале года, что народ вот... Да, еще всех, кто вот часто пришел на несколько занятий сразу. Еще раз повторяю, так реально все равно не будет. Вымерите себе кружки, чтобы не было 10 штук за один день. Это бессмысленно. Пытаться, потому что вообще-то на кружках еще и мозги нужны, а не только ваши физические приступки, да? Идея, что вот я там посижу, там посижу, там посижу, кончится это в больнице. Потому что вы просто не успеете сообразить, что где происходит. Выбираете что-нибудь нормальное. Если... Еще раз, сегодня видеозаписи нет, случайно так получилась ошибка. А вообще-то у нас все будет, все будет дружно и так. Так. Когда видеозаписи все давно будет, она не сейчас будет киевляться. О, да. Еще не опубликованы некоторые записи 2014 года. Поэтому, пожалуйста, не надо ждать до сегодняшнего дня, потому что видеозаписи с вами будут опубликованы в 2025 году. Скорее всего. Вот. Надо смотреть. Надо смотреть. Ну, я далеко не все опубликую, я стараюсь как бы, ну, разумным образом, чтобы, да, что-то самое лучшее, потому что ваше время дружало, да. И занятие двухчасового там обычно получается полчаса или часа, потому что вы тоже все дети. Так вот. Господа. В Советском Союзе, это было давным-давно, в Советском Союзе, а именно в 1980 году, произошла следующая история. начальник... Еще раз. Было сказано, что он дружок начинает с 12, заканчивая с 14, 25. Человек, который слушает кусочек текста, никогда не понимает, что же там на самом деле было. Так? Мы еще одну задачу не решили. Если в начале занятий, мы делаем задачу, мы решим эту самую задачу про Александр. Но они уже не поймут, для чего все это будет. Итак, повторяю. Начальник Зарянского класса святых умов. В 1970 году пожалкался в велицу. Тогда назывался не полицией, а велицей. Держал. Джемилев. Это ротинка из деятелей в районских татарках. Есть такой народ, крымчане, членские татары, коренной народ. И вот этот самый джемилев, что все эти мусорицы его обижали. Джемилев нарушает правила ведения междугородных разговоров. Он утверждает, этот самый джемилев, что мы подслушиваем его переговоры. Прошу разъяснить Джемилеву, что его действия носят оскорбительный характер. А подобные утверждения являются клеветой. Обоснование жалобы. Докладная телефонистка Пенягины с изложением разговора Джемилева. Поняли? Еще раз. Человек во время телефонного разговора сказал, что меня подслушивают. Дело в том, что у нас очень формально. У страны есть тайна. Тайна общения. То, что ее там нарушают, это одно дело. Но все формально. Она есть. Она идет на путь. Во здравом смысле, да? Человек имеет право говорить без того, чтобы его подслушивать. И вот этот самый джемилев говорит в телефонной авторе, что меня подслушивают, я вот не увидел. И смотрите, что происходит. На него идет жалоба, чтобы ему разъяснили, что нельзя переговорить. А обоснование жалобы докладная телефонистки, которая, значит, подслушивала и записывала все, что этот сам человек говорит. Все понятно? Все. Итак, теперь последняя немецкая сказка. Это действительно немецкая сказка. То есть этого не было, к счастью, в реальной жизни. Но очень милая немецкая сказка. Крестьян шел со своим отцом. Так, понимаете, я не хочу читать. Вы видите так? Можете ли? Мальчик просто заснул на двои слова. Тот белый попчик. Стучитесь. Не-не-не-не. Ребята. Простите, девочки. Все, садитесь уже. Садитесь. 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 Еще раз. Слышите? Волшебный морс провалился под крестьянином, потому что волшебных морстов не бывает. Да? Садитесь. Садитесь. Ладно. Давайте на этом сказке закончим.